Ну а на Дальнем Востоке бушует мощный циклон, на Камчатке закрыты региональные трассы, не работает аэропорт, а мэрия Петропавловска-Камчатского попросила людей не выходить из дома, пока погода не наладится. А вот когда это произойдет, спросим у нашего метеоролога Елены Волосюк. Елена, здравствуйте. Какие прогнозы, когда утихнет снежный буран? Вы знаете, атмосферный вихрь наконец-то начнет отступать от Камчатки. И есть надежда, что новогодняя ночь уже на полуострове будет тихой, правда достаточно морозной. Ну а пока Тихоокеанский циклон продолжает бесчинствовать на юге Камчатки. Ветер валит деревья, обрывает кровлю и обшивку с домов. В Авачинской бухте из-за прихода циклона поднялся уровень воды. Приливная волна едва не смыла автомобили, которые были припаркованы в прибрежной зоне. В Елизовском районе вихрь оставил жителей одного из поселков без отопления и горячей воды. Упавшие деревья повредили тепломагистраль. Итак, давайте посмотрим на синоптическую карту. Как я уже сказала, на Дальнем Востоке нашей страны продолжает бушевать ненастный циклон. Центр его располагается над южным оконечностью Камчатки. А вот фронтальные разделы охватывают весь Охотоморский регион, включая побережье Магаданской области и Хабаровского края, а также Сахалин и Курилы. Этот вихрь вступил в противоборство с огромным морозным антициклоном, который захватил большую часть Сибири и северные районы Дальнего Востока. В результате большой разницы давления, она составляет более 100 единиц, в регионе не стихают ураганные ветры. Более того, минувшей ночью они лишь усилились. И по последним данным на Камчатке местами даже превышают 40 метров в секунду, а это более 150 километров в час. В самом краевом центре ветер разгоняется до 29 метров в секунду. Зона сильных ветров хорошо видна на интерактивной карте. Ей соответствует красный цвет. Причем сильный ветер задувает и в прибрежных районах, и в островной части региона. В Охотском море высота волн достигает 8-10 метров. Что касается осадков, то ночью максимальное количество досталось северным Курилам и южным районам Камчатки, которые находятся вблизи центра циклона. Причем надо сказать, что в Петропавловске-Камчатском на сегодняшний день выпало более двухмесячных норм осадков. Причем львиную долю принесла текущая неделя. Но в ближайшие сутки циклон начнет хоть и медленно, но отступать к востоку, в Берингово море. И в регионе погода наконец будет успокаиваться. В Петропавловске-Камчатском снежный шторм продлится до полуночи. К утру порывы ветра уже не превысят 20 метров в секунду, а снег постепенно ослабеет. Завтра днем обойдется уже без осадков, но холодный воздух, поступающий с севера, будет способствовать усилению морозов. Итак, в воскресенье в городе около минус 2, в 31 декабря минус 9, а вот в новогоднюю ночь жители Камчатки ждут 20-ти градусные морозы на севере полуострова. Столбики термометра вполне могут опуститься до минус 30-35, но такого ветра, к счастью, уже не будет. Спасибо. О погоде на Дальнем Востоке рассказала Елена Волосёк. Спасибо. Спасибо.